Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу, как сделать макет будущего сайта с помощью сервиса MoCups. Одним из самых главных этапов создания сайта или приложения является прототипирование. Очень важно определить внешний вид и основные функции вашего сайта, сервиса или мобильного приложения до начала непосредственной работы программистов и дизайнеров. Поэтому лучше всего начать разработку сайта с созданием макетов, в чем и поможет онлайн-сервис MoCups. Сервис все еще имеет бесплатный базовый функционал. Для начала работы необходимо зарегистрироваться, либо войти с помощью своего аккаунта Google. При переходе в раздел «Настройки аккаунта» мы видим разные подразделы, где можем изменить информацию о себе, поменять пароль или сменить свой аккаунт на платный для расширения возможностей. Также можно подключить свои облачные аккаунты Google Drive и Dropbox, например, чтобы там сохранять свои проекты. В настройках можно изменить название проекта, а также размер рабочей области макета. Также можно сменить сетку или использовать стандартные проектные линейки. Для удобства я изменю размер макета и включу привязку объектов к сетке. Проектирование происходит интуитивно понятным способом. Слева находится панель с элементами, которые просто перетаскиваются в рабочую область и располагаются в нужном месте. Один щелчок по элементу приводит к его выделению и появлению маркеров для изменения размеров. Еще один клик вызовет появление меню «Свойств», в котором вы можете изменить его форму, цвета и некоторые другие параметры. Двойной клик позволит ввести свой текст, изменить надписи на кнопках, пункты меню и так далее. Я покажу работу сервиса на примере моей задачи. Мне нужно сделать макет простого сайта общественной организации для первого обсуждения с коллегами. После добавления логотипа, телефона и кнопки поиска я добавлю значки социальных сетей, загрузив их как картинки со своего компьютера, после чего поменяю размеры и расположение. Для того, чтобы изменить положение нескольких элементов сразу, нужно просто выделить эти элементы и перетащить в нужное место. Добавим другие элементы главной страницы. Название компании, картинку и краткое описание для того, чтобы людям было понятно, чем именно занимается компания. Будет большим плюсом разместить видео о вашей компании или проекте на 3-5 минут, если такое имеется. Далее добавим элемент меню. При двойном нажатии изменяем название вкладок и ставим звездочку у той вкладки, которая должна быть активной на данной странице. Она будет отображаться другим цветом. Перейдем в раздел страниц, изменим название плюс, создадим еще две страницы – новости и контакты. Очень удобно делать это копированием той страницы, которая уже сделана, если у вас, например, есть часть элементов, которые присутствуют на всех страницах. Откроем страницу новости, поменяем элементы на нужные, добавим небольшие картинки и текст для отображения новостей. Добавим элемент, который будет отображать страницы новостей. В свободном месте можно добавить форму обратной связи или другую важную информацию. Снова перейдем в раздел страниц и внесем нужные изменения, после чего заполним последнюю страницу – контакты. Добавим поле адреса и карту. Справа укажем адрес и выделим этот блок элементом. Перейдем обратно на главную страницу «О нас» и добавим ссылки на кнопки меню, чтобы они были активными. Для этого в рабочей области правой кнопкой мыши мы выбираем «Create hotspots». В этом сервисе так называются гиперссылки, которые можно применить к части элементов или определенной зоне на рабочей области. Выбираем зону, сопоставляем ссылку с нужной страницей. Такие же действия проделываем и на двух других страницах. Теперь в разделе «Share in Preview» мы видим ссылку на наш проект, который является публичным, то есть вы можете поделиться ссылкой проекта со своими коллегами. Чтобы сделать проект приватным, необходима платная подписка. Можно также ввести мейлы своих коллег, которые смогут внести правки в ваш проект. Я же нажму на превью, чтобы посмотреть, как выглядит макет. Как мы видим, кнопки меню кликабельны, и мы можем передвигаться по макету, как по настоящему сайту. Макет можно сохранить в своей Google Drive или Dropbox, а также скачать на свой компьютер в одном из трех форматов. Я скачаю в PDF все страницы. Это, возможно, очень удобно, когда вы хотите показать макет своим коллегам или протестировать на целевой аудитории в случае, если под рукой нет интернета. Таким образом, облачный сервис Mockups является простым в использовании и очень функциональным инструментом, который позволит создать макет за очень короткое время, что сократит ваши временные и денежные затраты на создание вашего будущего сайта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok